Ивент Солнцестояния Героев начнётся уже на следующей неделе, а ты всё ещё не понимаешь, что это такое и к чему готовиться? Ну, ещё бы. Официальной информации о мероприятии пока мало, но у нас всегда есть датамайны, сливы и опыт прошлых ивентов. Так что давай я в этом видео тебе расскажу всё, что уже сейчас известно о Солнцестоянии, что я помню из прошлого года. Ну, а официальная информация наверняка появится уже в ближайшей статье на этой неделе в Банже. Когда начнётся ивент? 11 августа, то есть уже в этот вторник. Продлится мероприятие целый месяц и завершится 8 сентября. Кому оно будет доступно? Всем игрокам. Неважно, что у вас куплено или что не куплено, ивент общий и для каждого Стража. Для тех, кто совсем недавно начал играть в Destiny 2, поясню, что Солнцестояние героев это такой традиционный летний ивент. Итак, как будет проходить ивент в этом году? Судя по информации с этого промо-изображения, мы вновь окажемся на специальной локации European Aerial Zone. В русской версии она, кажется, называлась Европейской Воздушной Зоной. Локация эта представляет собой несколько парящих в воздухе над ЕМЗ фрагментов города. Со зданиями, скалами и так далее. Этакая арена. На ней нам нужно будет за ограниченное время найти несколько мини-боссов, а после вызвать уже главного босса. Убив его, вам нужно будет также за короткий промежуток времени отыскать на локации разбросанные сундуки, количество которых зависит от того, сколько вы убили мини-боссов. Такие, в общем, прятки на максималках. Наградой за открытие сундуков будут специальные коробки, наборы Солнцестояния, которые открываются ключами, которые будут падать вам в течение этого месяца за прохождение любых активностей в игре. Из наборов вам будет падать легендарная и синяя броня, ресурсы и всё вот это вот. Детали оружия и легендарные осколки, если уж точней. Воздушная зона рассчитана на команду из трёх игроков, но матчмейкинг и автоподбор будет, так что компания найдётся. Ну а запускалась эта активность, кстати, прямо из башни. В том году было довольно весело, приходилось прыгать по крышам зданий, забираться в заброшенные квартиры и комнаты. Главное, не переусердствуйте. Конечно, если попытаться выбить всё на всех трёх персонажей за одну неделю вместо месяца, то от ивента никаких хороших впечатлений не останется. Все условия, что я перечислил, это то, как работал ивент в том году. О том, будут ли какие-то отличия от прошлого года, в самой механике события как раз никакой инфы нет. Но можно предположить, что в этот раз могут появиться новые боссы или добавятся противники с какими-нибудь барьерными модификаторами, например. Что ещё можно разглядеть на том промо-изображении? Зарабатывайте и улучшайте эксклюзивные комплекты брони, чтобы разблокировать свечение брони, питаемое вашим светом. Да, нас вновь ждёт три сета брони на каждый класс. Три для охотника, три для варлока и три для титана. Почему три? Потому что это прокачиваемые наборы. Грубо говоря, бронзовый, серебряный и золотой. Сначала мы получаем голубой набор брони. В описании к каждому предмету будут указаны задания с подсказкой о том, как превратить броню в легендарную. А на легендарной уже будут задания, чтобы превратить её в абсолют броню и заставить светиться. Готовьтесь, поскольку гриндить придётся много. Хотя, эти задания на наборах брони рассчитаны ведь на то, чтобы вы делали их в течение месяца. Так что, если вам кажется что-то сложным, помните, что времени на это полно. К тому же, если мы взглянем на печать 2020, которая уже есть в игре и которую многие из нас уже почти всю заполнили, то увидим, что её триумфы, которые связаны с солнцестоянием героев, требуют полной прокачки только одного сета. Так что, можно просто выбрать, какого из своих стражей ты оденешь по максимуму, а на каких сбережёшь своё время. Чтобы выбрать, вот удобная графика, которую мы уже выкладывали у нас в группе ВКонтакте. Её для нас сделал наш подписчик под ником Luminosity. Я бы рекомендовал ознакомиться с этой таблицей, поскольку задания на синей и легендарной броне отличаются по классам. К примеру, синие руки для охотника потребуют пройти 5 налётов, открыть 10 свёртков солнцестояния, это наградные анграммы, и собрать 100 сфер солнца в Гамбите. А синие руки на варлока потребуют те же 5 налётов, но 400 сфер любой стихии и убийства 25 стражей в Гарниле или Гамбите. Ссылку на пост с этими графиками я оставлю в описании, так что посмотрите, что вам будет проще, но если всё же решите делать все 3 сета на всех трёх ваших персонажей, то разработчики приготовили эксклюзивную награду, такую же как и в том году, аж целый спэрроу. Ага. Задания на синей и на легендарной броне не сложные, но время затратные. Сложные же относительно будут на последнем тире брони, когда вы решите прокачать её до абсолюта. Там эти задания на всех классах одинаковые, кстати. На голове завершить сумрачный налёт побоище на уровне сложности мастер. На руках завершить охоту на кошмаров на луне, не уточняется на какой сложности. Для тела пройти яму ереси на луне. Для ног выиграть 7 матчей в испытаниях Осириса, тут имеется ввиду не за один билет, не флоулес, и даже не за одни выходные, так что не пугайся, уж по одному матчу ты уж выиграешь. И победить финального босса в алтарях скорби для классового предмета. На что ещё в этих заданиях стоит обратить внимание, так это на то, что 3 из них требуют наличия дополнения Обитель Теней, чтобы закрыть названные активности на луне. Несмотря на то, что доступ к ивенту будет для всех, финальную форму брони всё же можно будет получить только с дополнением прошлой осени. Ну и конечно, какой ивент без новых косметичек от Эверверс? Во-первых, она предложит тематические летние оболочки призрака, в соломенной шляпе, в козырьке, во-вторых, новые эмоции, спэрро и корабли. Но ещё, у Тесс можно будет получить свечение этой самой брони солнцестояния. Вопрос лишь в том, только ли за серебро. Надеюсь, что нет, уж очень хотелось бы получить свечение без вложений, иначе это какой-то трэш. И не забываем ещё, что также вместе со стартом ивента мы ждём квест на новый экзотик. Пистолет выбор странника, который давно уже все обсуждали из датамайнов. Руководство по квесту, конечно же, тоже стоит ждать на канале Трипл Вайп. Так или иначе, мы ещё вернёмся к теме этого ивента в других видео. Я думаю, что как и в том году, наверняка найдутся какие-то простые способы фарма или способы ускорить процесс прокачки, и о них вот я постараюсь рассказать. Ну а вам спасибо, что досмотрели ролик до конца. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить никакой важной информации. И до связи! Субтитры сделал DimaTorzok